Защитить себя сам. В Кировоградской области фермеры решили создать отряды самообороны. Говорят, в последнее время их буквально терроризируют бандиты всех мастей, а полиция ничем помочь не может. О своих проблемах аграрии рассказали нашим корреспондентам. Бобринец, небольшой городок Кировоградской области. Именно здесь прошлой ночью был совершен налет на дом фермера. Шестеро молодчиков пробрались во двор, когда хозяева уже спали. Починают нам связывать руки. Связались с начала руки, потом сповзли до низу, связывали ноги скотчем, перевернули нас на живот и начали бить. Жилую женщину и ее мужа жестоко избивали почти три часа. Досталось и 20-летнему внуку, который остался здесь в ту ночь. О, это тут все. Его резали, все пятна крови были. Это все, дитина тут лежала, они его убивали. Налетчики требовали деньги. Накануне нападения фермер продал часть урожая, бандиты об этом знали. Но аграрию заплатили по безналу. Поняв, что поживиться не удастся, молотчики разгромили дом. Сейчас предприниматель в тяжелом состоянии в реанимации. Госпитализирован и внук. С начала криминального проведения за фактом выполнения разбой относительно этих жителей. Сейчас проводится следствие. Официальная подозра пока никому не сообщено. Жесткое нападение всколыхнуло весь район. Более полусотни фермеров сегодня пришли к руководству полиции с требованием найти налетчиков. Сегодняшние сборы подтвердили великую, я бы сказал, мягко кажучи, стурбованность аграриев, ситуацию, которая склалась в державе и саме криминогенную, в отношении защиту прав, свободы и финансов аграриев Украины. Но в то, что полиция найдет налетчиков, фермеры мало верят. Поэтому хотят создать отряды самообороны. Раньше были неприятные случаи у нас, но такого, как сейчас, нет. Мне надо лягти в лекарню. Я не могу лягти в ней, потому что я боюсь оставить дружину саму дома. Вы понимаете? Нас полиции уверяют, ни отряды самообороны, ни оружие не помогут и советуют устанавливать сигнализацию. В данном случае мы видим, что у потерпелых была в доме оружие, но использовать ее особо не встанет. Из предыдущих случаев мы можем сказать, что это, естественно, гастролеры, которые, скажем, раптом появляются в области, так же пытаются втекать. С начала года это уже второе разбойное нападение на фермеров в области. В прошлом году счет шел на десятки, говорят, аграрии. И лишь несколько случаев были раскрыты. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кировоградская область.